Лежащие обнаженные Никто иная, как Лидия Делекторская Русская эмигрантка Любимая модель и просто любимая Матисса Его бессменный секретарь и помощник На протяжении 20 лет Лидия стала вдохновением И лебединой песней позднего Матисса Кенни Колористике Художник, которому цвет повиновался Как никому иному, ни до, ни после Откладывал порой кисти И брал карандаш Не это ли означает учиться всегда И на мгновение не прекращая Достигший совершенства В использовании цвета Получивший всемирное признание Создатель чувственных, сладострастных Одолисок, отстраненно на них взирающий Одевающий и раздевающий Их по взмаху кисти своей Пожилой уже художник Берет в руки бумагу и карандаш И словно впервые влюбившийся мальчишка Рисует женщину Которая совсем не в его вкусе И глядя на результат мы хорошо понимаем Почему мадам Матисс долго смотрела На одну из изображений Лидии А потом потребовала развода Матисс берег Лидию от молвы Упоминал о ней исключительно Как о своем личном секретаре Но не рисовать ее не мог И любой карандашный набросок Выдавал все об отношении мастера К этой странной светловолосой русской Так не похожей на любимых им Смуглых одолисок Словно в молодости Когда простился с неимпрессионизмом Художник заново открывает свойства линий Он рисует линии И каждая из них выдает безудержную Кажется всю жизнь копившуюся нежность к Лидии Один из критиков Глядя на рисунок Где несколькими штрихами Изображена Лидия облокотившаяся на руки Воскликнул Эти руки Само объятие Здесь только женская голова и руки Но они созданы для того, чтобы обнимать мужчин На рисунке лежащая обнаженная Художник изобразил и себя, и модель Это не единственное произведение такого рода Художник и модель Светлый, солнечный Несколько ироничный Портрет 1919 года На рисунке лежащая обнаженная Художник буквально окружает модель На переднем плане угол планшета И острый отточенный карандаш Врезаются в пространство рисунка Вскрывают его А за лежащей женщиной зеркало В котором отражается силуэт Лидии И сам художник, не сводящий с нее глаз Клод Рже Маркс Характеризуя многочисленных адолисок Матисса Отмечает, что они для художника Лишь часть обстановки Элементы рая Иными словами, изображая сладчайших адолисок Матис сохраняет некую отстраненность И не теряет самообладание В этой наполненной негой атмосфере Но у нас нет ни малейшего повода сказать Нечто подобное о рисунке лежащей Лидии Женщина в центре рисунка Окруженная со всех сторон художником Без сомнения, желанная и любима Об этом говорит каждый изгиб И каждая линия ее тела Его расслабленность, поворот головы Приоткрытый рот Счастливо рассеянный взгляд Этот рисунок будет с некоторыми изменениями И процитирован в лежащей и обнаженной На фиолетовом фоне В картине сохранилась особая мягкость Суственная, выходящая из-под кистематиса Изображением Лидии Но безоружной, беспредельной нежности Которая заметно в рисунке убавилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok